Ну вот я и в хапре. Кто жил в 90-е, наверное, помнит такую фразу из рекламного ролика. То есть, переведя на наши реалии, наконец-то мне попал 550-й JIVIS. Ну, попал он мне не в коллекцию, а только на ремонт. У него не работал радиоприемник. И, собственно говоря, моя задача была его отремонтировать. Потом выяснилось, что еще переключатель не очень четко работает, контакт был плохой. Прислали мне его из Одессы, а в Одессу он попал, я так понимаю, с японских берегов. Поскольку это чисто японский продукт, я имею ввиду, для внутреннего рынка, без всяких букв. Ну, буквы те же самые, RC555, просто для других регионов там шли они с буквами L, LB. Если я правильно понимаю, там было 4 диапазона. Здесь вот есть такая ручка. На тех аппаратах наверняка это была точная подстройка на коротких волнах. Здесь я даже не знаю. К сожалению, японским не владею. И для чего она нужна? Там, если я чинил сегодня тюнер, то я просто видел, что стоит резистор. Для каких целей он нужен, я не знаю. Давайте я так бегло покажу вам, что есть что у него. Кнопки деки. Поскольку тут все сверху написано иероглифами, мне остается догадываться. Но я думаю, довольно близо к правде, поскольку я еще в мануале посмотрел. На электротане есть мануал, который мне, в принципе, немножко помог в ремонте. Хотя схема на европейский аппарат, ну, европейский, азиатский, там, я не знаю, не японский, то есть не для японского рынка, она оказалась несколько другая. Там транзисторы другие, количество их, я, честно говоря, не ожидал. Ну, пришлось вычислять проблему и вычислять какие-то транзисторы и прочее. Это кнопка, я так понимаю, запись, наверное, регулировка записи. Это кнопка микшер, микрофон и другой источник. Это кнопка включения, низкий и высокий, громкость, переключатель диапазонов на три положения. FM с автоподстройкой, просто FM и AM. Микрофон, вот такой вот вращающийся. Наверняка вы такие микрофоны видели на панасониках. На таком вот именно панасонике 5410. Видите, тут такая же самая система, правда, тут он еще и высовывается, но сейчас я не буду это делать. Чтобы вы ощутили размеры этого аппарата, давайте я покажу маленький, маленький мономагнитофон Саньо. Ну, он соотносится с этим GVC, как, ну, я не знаю, Земля, наверное, с Юпитером. Нет, ну, это я, так сказать, гиперболизирую. На самом деле, Юпитер поместится намного больше наших планет. Здесь, ну, все равно, видите, кассетная часть одинаковая, а все остальное просто гигантских размеров. Я не знаю аппарата, который был больше, чем этот аппарат. Самая главная фишка у него, это вот этот динамик 25-сантиметровый. Этот 5-сантиметровый, этот 10-сантиметровый. Как он играет? Ну, давайте я сейчас включу его. Ну, сами слышите, наверное. Мородянский зазначил Я думаю, этот аппарат делался для того, чтобы на улице таскать и там танцевать. Потому что там стерео не важно, а вот мощный звук, такие низкие, я думаю, что это очень к месту было бы. Ну, это мое предположение. В сентябре Да, низкие дают. Ну, и что тут говорить? Ну, 25-сантиметров. Ну, прикиньте, это не в каждой колонке еще стоит такой динамик. Ну, дальше до 76-ти бесполезно смотреть, там ничего нет. Поскольку аппарат островной, основной диапазон у них 76-90, а дальше были 3 телевизионных канала, чем, как говорится, они нам и помогли. То есть, первый канал на 96-ть, второй на 102-ть и третий канал на 108 здесь. То есть, перестраивать не надо. Никаких демпферов нету. Если я не ошибаюсь, там, по-моему, внутри было на пластмассе выбито 78-й год. Вот. Вполне возможно, это аппарат с 78-го года. Знаете, вот эти вот циферблатики, 3 штучки. Вполне возможно, что у меня захлебывается, дело в том, что у меня стоит через рыжик. Получая островной аппарат, лучше переубедиться, так сказать, перебдеть и посмотреть, какой вольтаж. Я подумал, что здесь 100 вольт, и поэтому через понижающий автотрансформатор подключил. Может быть, он, так сказать, захлебывается, я не знаю. Ну, давайте теперь покажу, что внутри его и что я делал. Так, по-моему, мы все функции осветили. Счетчик, три динамика, шкала. Ну, давайте подсветочку включу, видите? Вот, я думаю, что в темноте довольно красиво светится. Так, это кнопка желтая. Кнопки сверху мы все, как бы, осветили. Ну, антенна сзади, как он выглядит. Такая большая ручка настройки. Вот здесь тяжелый, тяжелый, тяжелый. Что у нас тут? Микрофон, ремоут к микрофону. Акзиллари ин, вход, то есть дополнительный. Наушник и биткенсел. Биткенсел у меня постоянно спрашивают, что это такое. Это на средних волнах, чтобы не было биений. Там включается, чтобы с частотой генератора стирание под магничеем не совпало. Не знаю, была ли крышка батарейного отсека. А ко мне приехал он в таком виде. К сожалению, тут, видите, он где-то, видимо, под теплом стоял. Утяжка произошла корпуса. Ну, поймите, аппарат достаточно редкий. Ну, на такие вещи приходится закрывать глаза. Ну, как и на то, что он не совсем, скажем, в отличном косметическом состоянии. Я смотрю, что тут эта лицевая панель, вот, управляющая шкалу, она рихтовалась. Ну, что есть, то есть. Это дело, естественно, не я. Сами понимаете. Я бы, думаю, что можно было бы попробовать сделать новую такую лицевую панель, согнуть. Хотя тут есть такие, конечно, моменты, которые вполне возможно, ну, в кустарных условиях не сделаешь. Придется, там, скажем, просить кого-то. Так, я сейчас близко вам покажу его еще раз. Я думаю, что вам будет интересно близко посмотреть. А потом мы его открутим и внутрь начнем. Помните, оцомните. Женская красота измеряется. И свои дела наш, Или что наш? Да. А что, и не спеша? Ей, ну вырастай. Да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот как он выглядит внутри... Тюнер двухдиапазонный... Усилитель... Под ним магнитофонная часть... Протяжка примерно такая же, как у М70... Ну, 838... Вот динамики... Блок питания... Вот здесь стоит уже импульсник... Который выдает 12 вольт... Собственно, больше тут ничего особенного и нету... Так крупноузлово... Какие проблемы были с этим аппаратом? Честно говоря, ухлопал несколько часов, пытаясь разобраться, почему все целое и не работает... Я думал, где тут каратит... Пластины... У... КПЕ... Или же, может быть, подстроечный конденсатор каратит... Потому что... Явно слышала, что гетеродин не хочет работать, как полагается... Я даже выпаял катушку гетеродина... И померил... Нет... Не было пластин закороченных... Ну, в общем... В конечном итоге... Я проверил транзисторы... Все ПН-переходы... Все нормально... Все работает... А потом решил все-таки взять и выпаять транзистор... Вот этот вот транзистор... 930-й... 930-й... Гетеродина... И... Поскольку тут стоял еще аналогичный транзистор... На средних волнах... Я оттуда выпаял... Поменял местами... После чего аппарат заработал... Ну... Такая вот... Случилась... Ерунда... Скажем так сказать... Поставил туда другой транзистор... Он там не очень работал... Думаю... Дай попробую поставить тот... Который выпаял... На средневолновый диапазон... Поставил... И он все... Заработал нормально... То есть, как бы... Почему-то он не хотел работать в... 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 Ну... Прекрасно заработал на... На средних волнах... Вы спросите... Как я узнал... Работает или не работает... На средних волнах... Я подключил... Внешний блок питания... И... Не стал использовать импульсник... И все эти... Свисты... Звуки такие... Посторонние пропали... И... Прекрасно работает на средних волнах... Я не знаю... Я бы все-таки... Для такого аппарата... Перемотал бы... Родной транс... Это не так дорого стоит... Это стоит... Порядка 10 до 15 долларов... Ну... И он тогда бы уже... Был бы... Полноценный... Потому что... Все-таки... Вот эта вот... Пищащая составляющая... Она пролазит и на... ФМ... Знаете... Как вот в метро... Там вот... Есть такая... Частота... По-моему... 400 Гц... Или еще такая... Когда ты едешь в нем... Ну... Давно я в метро не ездил... Может уже новые поезда... Ну... Вот такой вот... Неприятный звук... Ну... Когда работает... Конечно... Основная станция... Мощная... То все это забивается... А в промежутке между станциями... Иногда вот... Эта гармоника... Становится слышно... Ну... Вот примерно что хотел сказать... А... Переключатель... Который не очень хорошо... Контачил... Ну... Для этого мне пришлось снять эту плату... Почему я говорю... Что я заглянул... И увидел... Как устроена... Протяжка... Этого... Пятьсот пятьдесятого... Вот тут виден... Магнит круглый... Значит тут стоит датчик холл... Это система автостопа такая... Ну... Я еще раз говорю... Напоминает... Восьмсот тридцать восьмой... И М70... По своей сложности... Но самый конечно... Главный козырь этого аппарата... Это... Вот этот динамик... Ну... Сами слышали... Что он дает... Очень хорошую частотку... Низкую... Так что... Ну... Я думаю... Что это... Один из немногих аппаратов... За которыми... Народ гоняется... И он в принципе... Довольно дорого стоит... Ну... Я так думаю... Я считаю... Что цены там... Плюс-минус... Пятьсот долларов... Дорого... Это ли дешево... Считайте сами... Я считаю... Что... Ну... Себе... Пока такой аппарат... За такие деньги не покупай... Я считаю... Что... Ну... Довольно дороговато... Попадется где-то... Ну... Да... Тогда будет мне... Ну... За разумные деньги... Скажем так... Каждые разумные деньги свои... Конечно... Вот примерно... Что я хотел вам... А... Показать... Рассказать... Надеюсь... Вам было интересно... Спасибо за внимание... До свидания...